Всем привет, мои дорогие! Хорош и рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Вроде сегодня я заказала много чего, отдала тоже немало денег. Но почему-то, когда я расставила на столе, такое ощущение, что не так много всего. И, к сожалению, арбузный коктейль мне налили не в прозрачную упаковку. Обычно он бывает в прозрачной, ты видишь всю красоту. Он такой розовенький, интересный. Разлили как обычную колу. Эх! Я забыла во влоге показать, как я все это раскладываю. Ну да ладно. Как всегда, Айка забыла выбрать соус, поэтому положили по стандарту обычный кетчуп. Ну ничего, прорвемся, ребята. Немеренная жара просто. Очень жарко. Под прошлым видео было очень много комментариев касательно темы гимнастики и того, что Россия не выиграла Олимпиаду. Просили высказать свое мнение, мнение со стороны. Но вы знаете, мое мнение будет необъективным, потому что я не разбираюсь в этом абсолютно. Поэтому мне лучше промолчать. Какой кайф. Действительно, израилетянка, она уронила ленту. Но я вот реально смотрю старые какие-то выступления их, девчонок. И везде вроде у всех все идеально. А оценки разные. Я в детстве мечтала просто ходить на художественную гимнастику. Я очень хотела. У нас была соседка, русская девочка. Она ходила. И она показывала элементы, которым она научилась там на гимнастике. Я просто пыталась повторить. Настолько мне хотелось этим заниматься. Но, к сожалению... Ну, я понимаю, как бы маму тоже. Мама говорила, что это дорогой вид спорта. Каждый раз они едут на всякие соревнования. На билет деньги. На купальник деньги. Булавы. Обруч. Лента. Все это стоит денег. Мама всегда говорила, что это на какое-то время, то есть, когда тебе уже 30 лет, спорту ты не нужен, получается. Максимум ты можешь где-то работать тренером. Единственный момент, который меня не устраивал в характере моей мамы, и чтобы я исправила, по отношению к своим детям. Я свою маму безгранично люблю, очень уважаю. Я считаю, что она святая женщина. На самом деле, вложила так много в нас. Но в некоторых вещах я вижу ошибки. Эти ошибки заключаются в том, что мама не разрешала творчески самовыражаться. У меня не было подружек, не было друзей. Я особо, знаете, таким лидером никогда не была. И мне хотелось чем-то заниматься, и я начинала там рисовать. У меня были анкеты. Мне приходилось всегда прятать от мамы свои анкеты. Потому что мама говорила, у тебя в четверти есть одна четверка, ее надо исправлять. Зачем тебе эти анкеты нужны? И тем самым я не могла творчески самовыражаться. Даже сейчас, когда мы переезжали, оказывается, мама выбросила мои анкеты. Мне было так обидно, вот прям до слез больно. Потому что они были настолько красивыми. Вот эти вот рисунки, которые я сейчас рисую в скетчбуке, тогда я рисовала даже лучше. И анкеты были настолько яркими, красочными, мне все одноклассницы завидовали. разноцветные эти все ручки гелевые у меня были. Вот я считаю, это неправильно. Если у ребенка нет друзей, в то время интернета тоже как такового не было. не было смартфонов, получается. А ком всегда был занят моим братом. Всегда. Ему надо было доплатить, чтобы чуть-чуть посидеть за компьютером. Мне кажется, это неправильно. Плюс у меня будет дочка, я бы очень хочу, чтобы она занималась не только умственной какой-то деятельностью, и творчески тоже самовыражалась. Хочет, пусть идет на танцы. Хочет, пусть рисует. После того, как у меня появился смартфон, это где-то, наверное, было в пятом классе, я уже, знаете, ни по кому не скучала, ни с кем общаться и дальше не хотела. У меня был в руках мой планшет, и я чувствовала себя вообще офигенно. То есть то, что у меня не было друзей, мне от этого не было грустно ни в коем случае. Наоборот, мне было хорошо без них. Мне хотелось не идти в школу, и если была бы такая возможность, я бы с удовольствием перешла бы на домашнее обучение. Это никак не влияло на мои оценки. Я хорошо училась. Классная руководительница время от времени говорила моей маме, что, ой, вы знаете, Айка вроде ни с кем не общается. Вы как-то на нее повлияете. А то она что-то ни с кем не дружит. А точнее, со мной никто не дружил. Больше всего в школе я ненавидела перемену. Потому что во время перемены все вставали, начинали с кем-то общаться. Кто-то там бегал в догонялки, игрался. А мне это нафиг не нужно было. Очень вкусно. Взяла Биг Мак. Стоил он что-то в районе 5 монат. В общем, было как раз таки это обидно, что я хотела, например, на спортивную гимнастику. У нас на это не было денег, возможности, понятное дело. Ни времени у мамы, чтобы постоянно водить меня, чтобы со мной ехать в эти соревнования постоянные. И в то же время вроде бы ни денег, ни времени не надо. Я просто сижу рисую. И это тоже делать нельзя. Потому что надо учиться. Потом я как бы хорошо отучилась, поступила в универ. И уже мама потихоньку начала верить в меня, в мои идеи. Я, если честно, когда впервые маме сказала о том, что я хочу стать блогером, я хочу снимать видео для Ютуба, мама сначала, ой, да ладно тебе. А потом она увидела, что действительно я горю этой идеей. И она прям вовсю начала меня поддерживать в этом. Кто-то стучится. Прям руки дрожат. Я одна дома. Подождите, я сейчас открою. Так, я вернулась к вам. Целая и невредимая. А все почему? Потому что я не открыла дверь. Я боюсь открывать дверь, когда я дома одна. Хотя у меня дома вообще нечего красть вообще. От слова совсем. телефон, камера и ноутбук. Все. Но все равно. Вообще, с детства есть фобия. Я всегда боюсь оставаться наедине с любым мужчиной. Я этого боюсь. И мне в комментариях одна девушка написала, ты хочешь инструктора по вождению девушку просто потому, что тебе запрещает твой парень. Нет. Я не знаю, если среди вас такие же девушки, но я реально боюсь оставаться наедине в замкнутом пространстве с мужчиной, незнакомым мне. Это как бы с детства у меня. но это, конечно, был кайф. Деревенскую картошку заказала, а здесь одна фри. В общем, как-то так. На этом все, мои хорошие. Мне будет очень приятно, если ты подпишешься или просто поставишь лайк на это видео. Всех люблю, целую. Пока.